Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на тему выдачи сертификатов на покупку или восстановление жилья в Украине. Еще в марте прошлого года Зеленский заявил о том, что будет выдавать жилищный сертификат, материальную компенсацию, соответственно, людям, у которых были разрушены дома в результате обстрелов с целью их восстановления или же покупки нового жилья. Только вот с того момента прошел уже год, и нашим людям негде жить. А политики все продолжают рассказывать нам о том, как много Запад выделил финансовой помощи на восстановление Украины. Вот вам, кстати, несколько примеров того, как выглядит отреставрированная Буча, Циркуны, Северная Салтовка, а вот это были ремонтные работы в Купинске. Знаете, что самое забавное? Когда я нашла текст указа президента о выдаче жилищных сертификатов, там была небольшая оговорочка. Жители территории, которые были временно оккупированы, не получат компенсацию за повреждение жилья. А знаете, что самое абсурдное? Что в первые дни русские военные зашли чуть ли не в Киев, а значит, даже после их выхода та же Буча компенсации не получит за счет бюджетных средств. Поэтому сказку о выдаче жилищных сертификатов можно добавить плюс один в копилочку к невыполненным обещаниям наших политиков. А, кстати, именно благодаря этой теме я поняла, почему наша доблестная армия не стеснялась мародерить и разрушать нашу жилплощадь, пока они вели активную фазу боев. Все просто, потому что никто не будет нести ответственность за нанесенный ущерб. Да, специально для сведомых патриотов, которые рассчитывают на западную компенсацию и помощь партнеров. Хочу показать вам, как они восстановили Сирию, Ливию, Ирак и прочие государства, куда они совали свой нос. Так что... Думай, ты! Шановни!